Этнограф, публицист, фотограф и в первую очередь путешественник Владимир Супруненко на велосипеде объездил полмира. Последний его вояж завершился в начале апреля. Он знакомился с природой, бытом и мировоззрением людей в Иордании и Израиле. Посетить Израиль, который находится примерно в таком же состоянии, в котором находится сейчас Украина. Для нас это все эти конфликты, военные конфликты, это противостояние, это вновь. То есть мы как бы думаем, как действовать, как быть, как что делать. Вот там эти вещи уже ведутся десятилетиями, скажем так. Вот интересно было посмотреть, как они с этими справляются, с этими сложностями. Полторы тысячи километров на велосипеде, ночевка в пустыне и постоянное общение с жителями двух стран. Но самое большое впечатление на путешественника произвела Вади Рам – пустыня в Иордании. Из-за необычности света и пейзажей ее называют «Лунная долина». Знаменитое место, буквально там фантастическое, лунные пейзажи, да, такие, сочетания пустыни, песка и скал, чего нет, в общем-то. Ну, нигде в мире я подобного не видел. Ну, видел пустыню, где песок, да, мы представляем пустыню песок, а там скалы, песок, причем такое необычное освещение. По итогам своей экспедиции Владимир Супруненко снял видеофильм «Земля обетованная». Также подготовил книжную выставку «Дорогами Израиля и Иордании». Но и это еще не все. Будет серия очерков, газет, журналов, переводики об этом. Ну, возможно, часть войдет в книги о путешествиях, потому что какой-то опыт, естественно, приобретался. Чисто практические вещи, велосипедные, бытовые, походные. Куда отправиться в следующий раз, путешественник пока не знает. Говорит, выбрать есть из чего. Хочется многие места посетить, конечно, еще бы. Тут как и на нашем европейском пространстве, так и на азиатском. В Америке не был латинский, возможно, туда.